Здравствуйте, дорогие друзья! Мы добрались с вами до 128 псалма. Философия этого псалма мудрецами заложена, как и в многих книгах, как истина величайшего уровня. Тот, кто кормится трудом своих рук и доволен своей долей, счастлив в этом мире и в мире будущем. Написано, чтобы человек понял до конца эти слова, то это уже бы изменило его жизнь. Псалом 128 читает за женщину во время беременности. Считается, что это самая надежная защита. Для защиты в дороге посланника митцвы, то есть человек, когда едет куда-то кого-то спасти, кому-то помочь, что-то сделать, собрать деньги для кого-то доброго дела или спасти человека из тюрьмы, то сказано в Торе, что так как каждый путь опасен, негативные силы делают все, чтобы не дать выполнить митцву, то для защиты в дороге читают 128 тегерин. Для защиты беременной женщины в начале беременности, особенно в первые три месяца, считается, что это очень важно, чтобы не было выкидыша. Еще что делают, пишут этот псалом на Клаффе, на пергаменте, делают из него амулет и дают носить беременной женщине для защиты. 123-й псалом, третий пасук. Жена твоя, как плодоносящая, лоза во внутренних покоях твоих сыны, как саженцы. Медраж Танхума раскрывает эти слова следующим образом. Пусть жена твоя будет, как виноградная лоза, которая произрастает в доме, и ветви ее тянутся из дома. Пусть твоя жена находится в доме, рожает детей, которые будут тянуться к миру Торы. Вообще написано, что если женщина находится дома и работает, она искупает грехи всей семьи, как храмовый жертвенник искупал грехи всего мира. И написано, пусть дети твои будут, как побеги олипкого дерева, то есть все деревья скрещиваются между собой с другими деревьями, яблони принимают грушу, например, но только олива не принимает никогда чужеродного. И пусть твоя жена, написано в праведности, будет такая, ты удостоишься, что и дети будут помазаны священным маслом. А в чем они подобны? Как на оливковом дереве плоды созревают 9 месяцев, так и женщина выращивает детей 9 месяцев. Еще почему, что сначала маслины горькие, а потом становятся сладкими, так и с детьми. В воспитании их много горечен, иногда они вырастают достойными людьми, это сладко. Написано, что 128-й псалом очень-очень сильная сгула для зачатия. Нужно после миквы, чтобы муж в правое ухо сказал ей третий пасук. Это открывает мозаль для рождения. Рекомендуется вообще читать тем, кто ждет ребенка. Последнее, что есть по этому псалму, его принято читать перед сном. И главная мысль его сходится к тому, что все усилия человека без помощи неба тщетны. И вот это человек должен помнить и утром, особенно вечером, подводя итоги дня. Проховецлах.